Советы для мам, что делать, если гноится глазик у новорожденного. Каждая мама, заметив, что у малыша в уголке глаза и на ресничках появляются слизистые выделения или даже гной, понимает, с такой проблемой шутки плохи. Какие же действия вы должны предпринять, если гноится глазик у новорожденного? Поговорим подробнее о причинах появления этого заболевания, а также рекомендациях и советах, которые помогут побыстрее от него избавиться. Причины закисания глазок – конъюнктивит. Здоровье глазок малыша – очень важная составляющая его хорошего самочувствия. Мамы знают, что уходу за глазами новорожденного нужно уделять особое внимание. Для этого необходимо не только ежедневно умывать лицо своей крохи, но и каждый раз протирать глазки. Вроде бы все просто, но главная проблема в том, что закисают глаза у новорожденного не от недостатка правильного гигиенического ухода. Чаще всего причиной является слабый иммунитет младенца, и, как следствие, уязвимость его организма для различных вирусов или бактерий. Определенные виды таких «вредных» микроорганизмов могут вызвать развитие конъюнктивита. Название этого заболевания известно многим мамам. Он проявляется в виде воспаления слизистой оболочки глаза. Часто появление данной проблемы связывают с переохлаждением, простудой или попаданием инфекции. Важная статья, как защитить ребенка от простуды ИДЖИТИ, 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 разновидности в зависимости от того, из-за какого именно «вредителя» гноится глаз. Различают несколько видов такой болезни. Маме стоит знать их основные симптомы. Вирусный конъюнктивит возникает на фоне УРВИ или под воздействием вируса Герпеса, вирусной инфекции. В таком случае вы заметите у своего малыша отек века с мелкими пузырчатыми высыпаниями и покраснением, появление пленки на ресницах, слизистые выделения. Ребенок может тереть глазик, потому что он будет у него чесаться. Бактериальный конъюнктивит вызван гонококками, стафилококками или кневмококками. Появляется гной в глазах у новорожденного, а в результате этого, склеивается, глазик, ресницы слепаются, и глаз трудно открыть, особенно. После сна, гнойный конъюнктивит возникает под воздействием грамотрицательных микроорганизмов, синегнойной палочки, кишечной палочки и так далее. Как и в предыдущем случае, вы увидите, что у новорожденного гноится глазик. Если не начать вовремя лечения, может пострадать роговица глазика и нарушится зрение. Хламидийный конъюнктивит возникает в первые дни после рождения и проходит очень остро с обильными слизистыми выделениями и появлением мутной пленки на глазике. Аллергический конъюнктивит не сопровождается появлением слизи, глаз не гноится, но при этом вы будете наблюдать покраснение глазного яблока, зуд и небольшой отек века. Часто вместе с закисанием глазок наблюдаются и другие изменения в организме новорожденного, иногда может добавиться даже воспаление органов дыхания. Лечение, когда гноится глаз у новорожденного, очень важно правильно установить, чем лечить малыша. Нужно следовать двум правилам, обязательно сходите на консультацию к врачу, ведь некоторые причины закисания глазок можно установить только после лабораторных исследований, и этот визит нельзя откладывать даже на пару дней, четко соблюдайте предписанное лечение. И не заменяйте препараты, слушая советы подруг или родственников, которые тоже когда-то лечили глазки и им что-то там помогло. Бактериальный конъюнктивит лечат путем промывания глазок новорожденного раствором антисептика и закапыванием глазных капель на основе антибиотика. На ночь прописывают закладывание за века мазей, содержащих антибиотик или сульфаниламиды. Дополнительно могут быть назначены уколы или таблетки. Хламидийный конъюнктивит лечится по аналогичной схеме, для лечения аллергической разновидности заболевания необходимо использовать антигистаминные препараты при вирусном происхождении болезни. Доктор назначит капли и мази противовирусного или противогерпетического действия, иммуномодуляторы. Обычно терапевтический курс длится около двух недель, после чего проводится осмотр и сдача анализов. Выбор конкретных препаратов должен делать специалист с учетом индивидуальных особенностей организма вашего малыша, его возраста и стадий развития болезни. В большинстве случаев лечение глаз проводится в амбулаторных условиях. Почти все указанные процедуры вы можете выполнять самостоятельно в домашних условиях. Перед применением народных средств также необходимо посоветоваться с врачом. Важно помнить, лучше не использовать для промывания глаза у новорожденного грудное молоко. Несмотря на массу полезных веществ, содержащихся в нем, молоко предназначено для питания, а не для наружного применения. В качестве первой помощи младенцу перед визитом к доктору можно посоветовать протереть заливший глазик ватным тампоном, смоченным. В ромашковом настое 1,5 ст. листы сухой ромашки на 200 мл кипятка или крепко заваренном чае. С помощью такой процедуры получится размягчить и удалить корочки на ресничках, убрать слизь и гной с века. Дакриоцистит – описание и лечение. Есть еще одна причина, из-за которой гноится глаз у грудничка, это дакриоцистит. Такое заболевание менее распространено, оно развивается в результате появления пробки в слезном протоке. Так бывает, если сразу после рождения младенца частички смазки, в которой он появляется на свет, остаются внутри слезного канала и засыхают. При наличии пробки глазик не омывается слезами, отчего происходит размножение бактерий и глаз начинает гноиться. При дакриоцистите глазик краснеет, может немного припухнуть, а если слегка надавить возле слезного канала, то появится гной. Наиболее эффективным способом лечения этой проблемы у новорожденного является массаж. Нужно регулярно делать большим пальцем легкие поглаживающие движения сбоку от переносицы, от бровей к крыльям носа. При этом вам надо чуть-чуть нажимать, как бы выдавливая пробку наружу. Методику проведения массажа должен показать специалист. Он же может назначить дополнительно глазные капли для снятия воспаления, промывания глазика дезинфицирующим раствором, в крайнем случае прием антибиотиков. Надеюсь, после прочтения статьи вы вполне сориентируетесь, что делать, если у новорожденного гноится глазик. Главное действовать быстро и правильно. Не стоит обращаться за советом в знакомым или на форум, нужно сразу же идти к врачу и приступать к медикаментозному лечению. Только такой подход будет способствовать скорейшему выздоровлению вашего малыша.